Перейдем к следующему, да, такой немножечко смешной, ну как смешной, да, человеку больно, ничего не смешного, но это прыщ, который вскочил внутри носа в правой стороне, и это тоже, да, смотрите, во-первых, правая сторона лица. Вот тут момент интересный, в прошлом эфире задали вопрос, правая и левая сторона за что отвечает, принято считать, что правая сторона это типа мужская сторона, левая это женская сторона, но тут есть один нюанс, который я хотела бы сейчас объяснить. Дело в том, что у нас, как вы все знаете, правая полушария отвечает за творчество, за образы, за интуицию, и оно у нас творческое, оно у нас отвечает, тем не менее, за левую часть нашего тела, да, а творчество, расслабленность, мягкость считается женской энергией, и поэтому оно условно женское. И если у вас с телом по левой стороне, ну, у женщин по левой стороне, мы мужчин тоже, если не левша, не правша, если поменены, надеюсь, понятно сказала, вот, если у нас какие-то проблемы с этой частью, это значит, что какие-то проблемы с женской энергией, вот, то есть где-то, если вы женщина, и у вас проблема с женской энергией, значит, у вас какие-то конфликты возникают с собой или с мамой, да, Если вы женщина и у вас возникают проблемы с правой стороной, значит, какие-то проблемы с мужским проявлением, значит, вы как-то не принимаете мужчин, значит, надо разбирать партнёра или папу. Это логически. А теперь смотрите, как интересно. Голова-то под это не попадает. У нас перекрестие энергии, если вы посмотрите на схему энергии человека, чакры, чакровая система, то вы увидите, что на месте шеи, вот здесь, на месте, чуть выше сердечной чакры, идёт перекрещивание энергии. И также перекрещивание управления правой полушария левой стороной, левая полушария правой стороной. Но выше этого перекрестия идёт прямое соответствие. То есть здесь уже они перекрестились, и правая сторона лица головы отвечает за... Им управляет правая же полушария, и она отвечает за женские энергии, то есть наоборот от тела. И здесь тоже получается левая логическая, да, мужская энергия здесь, и левая полушария отвечает за левую же часть головы, лица, глаз. То есть если у нас проблема, например, ну вот как сейчас, да, прыщ в правой части носа, да, правая часть носа, это у нас правая полушария женские энергии, и значит это женская часть. Это какая-то, какая-то боль и какое-то непринятие себя именно как женщины. И это может быть связано с конфликтом с собой, либо же с конфликтом со своей мамой. Вот. И это больно, она, смотрите, я не знаю, не спросила, деформирует ли этот прыщ лицо, в принципе, видно, не видно этот прыщ. Вот. Но обычно прыщи, да, они имеют бактериальную, да, за собой бактериальную основу, правильно я могу так сказать, причину, да, возникновения вот таких вот прыщей, да, это бактериальная какая-то инфекция. Вот. И бактериальная инфекция, она психосоматически это подавленный гнев. И логически рассуждая, что правая сторона женской энергии, бактериальная основа инфекции породила какой-то подавленный очень сильно гнев нас, либо на свою женскую сущность, либо на маму. Вот. Человек точно правша, по-моему. Вот, поэтому будем рассуждать как для правшей. Вот. И дальше интересно, да, что бактерии это, так как это гнев, да, еще говорит о том, что если организм активно борется и очень много бактерий просочилось в твой организм, это значит, что есть эмоциональная неуравновешенность в данный период времени. Это не значит, что человек эмоционально неуравновешен всегда. Это просто сейчас поднялись какие-то программы, какой-то нестабильный эмоциональный фон. И прямо сейчас, возможно, какой-то конфликт идет, да, и поэтому вот натянуло, да, грубо говоря, вот эту вот, вот этот прыщ, да. И о чем еще может это место сказать? Посмотрите, это нос. Это нос вообще, да, мы говорим, держи нос выше, да, это наша какая-то самооценка. Сейчас я договорю, да, и отвечу на вопрос, Танюша, спасибо большое, что участвуешь. Этот, это, так как это в носу, да, это связано точно с ценностью себя, со своей самооценкой, плюс это находится на лице. То, что демонстрируем мы миру, да, на нем наша мимика, на нем наши эмоции. Самое большое количество наших органов восприятия на лице, только в голове, да, у нас и глаза, и уши, и нос, да, запахи зрения и слух. Да, то есть очень много всего здесь сосредоточено. И вот это вот очень сильно больно, да, носу. То есть самооценка очень страдает от этого. То есть этот конфликт, который она не может проговорить, она не может его никак решить, да. Может быть, кстати, не потому, что она там не может это проговорить, может быть, мама не слышит, например, или если это с мамой, да. Ну, то есть я сейчас просто накидываю варианты, а уже человек, для которого это выступление, да, она уже сама решит, так это или не так. Возможно, она видит бесполезность, да, того, что она пытается наладить контакт. Либо она не видит, да, сама, вот говорят, не вижу дальше своего носа. То есть она, может быть, не видит этот конфликт с собой, да, то есть со своими энергиями. Может быть, переживание за маму, да, конечно, может. И чаще всего оно так и бывает, потому что если вы конфликтуете с той стороной, значит, она вас чем-то цепляет, значит, вы за неё переживаете, особенно это если родной человек. Даже особенно вы всегда конфликтуете тогда, когда вам кажется, что тот человек неправильно говорит или делает. Если родной человек, то, естественно, если вам всё равно, что он там делает, да, то вы не будете реагировать. А если вы эмоционально цепляетесь за это, то, конечно, вы за него переживаете. Поэтому тут, я думаю, одно другому не противоречит. То есть это какой-то конфликт. Это по-любому конфликт. Даже если мама, там, допустим, ну, допустим, она какая-то жертва болезни или ещё что-то, да, попала в какую-то, или жертва домашнего насилия. Ну, я сейчас так фантазирую. И вы злитесь на неё за то, что она не решает свой вопрос или, как бы, страдает, там, не может, наконец, сделать решительный шаг. Вы в любом случае за неё переживаете. И в любом случае у вас таким образом может вот это вот проявиться, да. Так, что ещё я не сказала по поводу прыща? А, ну вот, вот эта боль, да, она своего рода наказывание себя бактериально. Ну, вернее, боль от гнева, да. Это тогда, когда вот прыщ, допустим, прыщ, они же бывают очень-очень болючими. Это какой-то гнев, который ты не можешь проявить. Или считаешь это бессмысленным, или считаешь это неправильным. Или, ну, по разным причинам ты почему-то его не проявляешь, этот гнев. Он у тебя скопился, он у тебя выразился, проявился в виде какого-то прыща и приносит дикую боль. И эта боль является своего рода наказанием. Значит, есть где-то, когда ты испытываешь гнев, есть сопутствующее чувство вины. Потому что есть прыщички, которые не болят, да. И тогда это не наказание, это просто скопленный какой-то гнев. Ну, вот вышел и вышел, да. А если у тебя это сопровождается болью, это стопудово какое-то наказание. То есть ты себя в гневе можешь не принимать такую, да. Я не могу быть, я хорошая девочка, я не могу гневаться, не могу злиться. Меня тогда все осудят, отвернутся и я останусь одна, там, да, без помощи, если я буду злиться. Или, ну, в общем, страх потери отношений, может быть, или любви. Детский страх, он у нас живет всегда, да. Страх потери любви других людей, что нас перестанут любить. Это вот совсем детский, это когда мы, собственно, ну, с маленькими детьми так и поступаем, да. Не делай этого, я буду ругаться, я буду сердиться, значит, не буду любить, да. И вот у детей, если им не объяснить, что ты их все равно любишь, да, у них может вот такой страх, он сформироваться очень сильный. Вот, ответила я на...